Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Продолжая свой видеообзор, я пришла, чтобы показать вам сорт Полюс. Потому что самое время сейчас поговорить о сортах томатов, которые входят в северную серию. У меня вот есть Полюс, Таймыр, Аляска, Подснежник, Роза Ветров. Все они предназначены, ну как не предназначены, а очень удобно для тех регионов, где короткое лето. Так как у нас прошла буря и нас вот немножко завалило, поломало, и мне нужно вот эти вот поврежденные убирать, я сейчас вам сразу покажу Полюс, потому что когда потом я уберу, у вас не может, ну не сложится полной картины, как он плодоносит. Вот он к тому же разряду относится как иренет, но плоды у него чуть покрупнее. Тут вот нас повредил немного град, но все равно видно, что от 70 и доходит даже до 120 граммов. Вообще он, сейчас подниму, он может выращиваться без подвязки, но я в этом году немного их подвязала, потому что ну ломятся, вы видите, что они падают, кустик не выдерживает такого количества плодов, и он заваливается. Вот у меня было даже привязано здесь, он отрастает дальше и опять туда падает. Вот я вам сейчас покажу и уроню его снова. Град немного побил нам плоды, плодов очень много на кусту, и что самое главное, вот про эти сорта говорят, что они успевают отдать урожай до наступления фитофторы. Вот сейчас начало августа, второе сегодня число, и сейчас начнется самая коварная вот эта болезнь фитофтора, потому что у нас дожди, 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 а полюс, вы видите, что он уже готов, он уже все, он как раз отдаст весь свой урожай до наступления фитофторы. Тут на каких-то кустах больше спелых, вот на этих меньше, но они тоже уже начинают спеть, и все они, вы видите, что они, как сказать, урожайность большая для такого маленького сорта. И когда у меня многие спрашивают, у нас холодный регион, у нас очень короткое лето, какой сорт вы посоветуете для открытого грунта, если нет теплицы? Выбирайте вот именно такие сорта со снежными названиями. Полюс, Таймыр, Аляска, Подснежник. Они специально предназначены для выращивания в регионах с коротким летом. Ну вот, наглядно, ничего даже не нужно говорить, начало августа он уже весь почти спелый. Причем я его садила не раньше, чем другие, а как обычно, в традиционные сроки. Если нет теплицы, это прекрасный, идеальный вариант, он не боится холода. И если вы заметили, что плоды не так сильно повреждены градом, как крупноплодные, конечно, они маленькие, они плотненькие, даже если будет какие-то у вас погодные такие явления нехорошие, как Боря и Град, они у вас, большинство плодов останутся целыми. Ну а о сорте немного расскажу, то же самое, что Ринет. Детерминантный, штамбовый, не требует ни подвязки, ни посынкования. Можно посадить, он будет стоять. Но я вот так вот, немножко маленькие колышки, вот видите, как прицепилась к небольшим колышкам, просто потому что сильно-сильно их много, и они могут обломаться. На шпалиру, на любую, хоть куда. Но вообще на улице они могут и лежа отдать урожай. Вот этот небольшой видеоролик, это знакомство с сортом полюс. Из серии северные овощи. Подходит для любых холодных регионов, для регионов с коротким летом. Можно даже выращивать из-за его компактности. Также на террасах, на балконах, везде вне приспособленных, для больших томатов в помещениях. Вы видите, что пуст очень маленький, он занимает совсем мало места. Посадил, палочку воткнул ему, и все. Он вам даст очень много плодов. До свидания. Следующий расскажу, но они такие же однотипные. В следующий раз расскажу таймыр, аляска, гном, там вот такой же. Все они одинаковые, штамбовые, детерминатные, все очень удобные для выращивания в регионах с коротким летом. Вот видите, у меня они тоже вдоль теплицы, на маленьком-маленьком. Им не надо много места, но они дают много урожая. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Это сорт Полюс.